со своей женщиной долго сексом, и она не захочет, и сама не попросит, и так далее. Дело в том, что мужчина очень ошибается. Дело в том, что интим у женщин, и желания у женщин, и у мужчин различаются. Чем различаются? Мужчине для того, чтобы у него появилось интимное желание, достаточно, чтобы вырабатывался тестостерон. А тестостерон вырабатывается, хочет человек или нет. Не хотите, чтобы мужчина к вам цеплялся, давайте ему каждый день пиво, чтобы он там становился красивым и большим, и у него желания возникать не будет. Его конституция половая, она будет изменяться в сторону пассивности, потому что это притупляет тестостерон, тестостерона становится меньше, ему не хочется. Но и второе, в чем неправданный мужчина, который сказал о том, что моя жена с начала войны и до сих пор у нас был интим буквально 4 раза и так далее. Женщине для того, чтобы у нее появилось желание, необходим дофамин. А дофамин – это гормон радости. А дофамин возникает только в случае, если у человека мало мыслей, меньше чувств. Если нет стресса, если у женщины стресс, плохой сон, заболевание кишечника, переживание за что-то, то ей интимное отношение и желание не возникает. Если ничего ее не вдохновляет, не поднимает психически, если радости нет, если она вынуждена много работать, если она имеет проблемы кишечника, в случае, если у нее гастродуаденальный рефлюкс, если у нее эзофагиальный рефлюкс, если у нее закрыты желчные протоки при дискиназии желчных протоков, если у нее, допустим, нарушение сна, нарушение циркадных ритмов отдыха и сна, если у нее она переживает, потому что много новостей, а какой у нее появляться желание не будет. Не будет. Что нужно? Нужно ее отвлекать. Каким образом? Гладить, прикасаться, необходимо там цветы какие-нибудь, необходимо разговаривать с таким человеком, смешить, возможно, нужно, давать ей препараты, допустим, мелатонин, для того, чтобы у нее формировался правильный элемент отдыха. Почему женщина перед постелью говорит, я спать хочу? Потому что, когда человек спит, дофамин вырабатывается. А вот если она легла и поспала, то через 8 часов ее разбудите, и у нее появится желание. Это особенность такая, знаете. А есть люди с разной половой конституцией еще, знаете, одним людям необходимо там три раза в день, другим людям один раз в год. Такое тоже бывает. Будут ли люди разбегаться, если у них разная половая конституция? Никогда. Конечно же, на первых порах да, а на вторых нет. Вообще, знаете, измена не измена, если об этом никто не знает. Но я не рекомендую женщинам изменять, потому что есть вариант разрыва отношений. А мужчины, а все мужчины, где-то там потерся, домой все равно прибежал. Главное, чтобы, хотя есть китайская пословица, она буквально звучит так. Кто лучше, чтобы изменял, женщина или мужчина? И китайцы говорят, лучше, чтобы изменяла женщина. Потому что, когда женщина изменяет, она в дом приносит, а мужчина из дома выносит. На самом деле, и первое, и второе плохо. И все-таки быть верными, ставить на первое место чувства по отношению к тому человеку, который рядом с тобой живет. Вдохновляться этими людьми, я считаю, это все-таки более важные такие моменты. Если уже менять интимные отношения, редкие, но крепкую семью, или интимные отношения ежедневные, но нервы, психи и так далее, то фиг с ними, интимные отношения, это не так важно.